Девушки отдыхают Лос Планет 1 я прошел вот буквально этой весной 2017 года Вот Игрушка мне понравилась, зацепила И захотелось очень пройти вторую часть Хотя по комментам на Торрент Трекере я читал, что Людям вторая часть понравилась менее чем первая То есть первая часть, хоть и вышла раньше, хоть и там хуже графика Но людям по геймплею оно почему-то понравилось больше Это говорят не такая, хуже Ну вот я хочу сейчас посмотреть Убедиться лично, хуже, лучше Игру кстати еле запустил Она оказалась очень капризной Она требует клиент Windows Live Которую сама корпорация Windows Microsoft уже не поддерживает Вот, но эта игра делалась в то время Когда Microsoft еще поддерживала этот Эту программу Это, я не знаю, этот режим Вот и впиливала его в каждую игру Можно сказать Вот и эта Игра требует вот этот Windows Live Поэтому я установил игру Установил вот этот Windows Live Который прилагался с игрой И нифига, у меня ничего не запустилось Поэтому я вынужден был перекачивать игру Другой репак Я был вынужден качать Windows Game for Life Отдельно, с другого сайта Это все ставить И только потом я смог запустить игру Это жесть В общем Такие танцы с бубном я проделал Чтобы запустить эту игру Просто жесть Как вообще игры могут трепать нервы Почему Почему нельзя просто игрушку установить и играть Почему я еще должен Заморачиваться с Windows Live Какими-то Вот И вот теперь я вошел Загрузил игру уже И у меня теперь требуют Создать учетную запись Сделать учетную запись Офлайн Как это можно В некоторых играх Я знаю В некоторых играх Возможно Сделать оффлайн запись Вот Тут такого нету Тут только онлайн Поэтому я сейчас поиграю Но я не уверен Что у меня будут работать сохранения Я надеюсь будут работать Но я Не уверен Сохранить новую игру Да Идет сохранение Сохранение успешно Но оно пишет успешно Но потом когда При перезаходе Может быть Не видно Я люблю Я люблю яркость Побольше Так Настройка А ну Оптимальная Настройка Поравляет Цифра 2 Еле видно на экране Цифра 2 А где цифра 2 А Во Вот теперь я только Ее увидел Не Яркость побольше Я люблю Играть на максимальной яркости Чтобы Чтобы Не портить Свои зрения Так Главное меню Воспроме 2 Нормальный Изменить уровень сложности Не Нормальный пусть Я не нуб Но и не хардкорщик Поэтому Лишними сложности Не нужны Ну и сильно легко Наверное Тоже будет неинтересно Так Компания Играть в режиме Компания Что еще тут есть Что еще тут есть Сетевая игра Тренировка Изменить своего персонажа И посмотреть статистику Настроить параметры игры Аннувастерное движение H Хайба Шифт Пригнуться Почему-то не бег 4-1 Поворот 90 градусов Выстрел Граната F Кошка По-моему Первой части Была кошка Да Насвините оружие Колесико 3 Бросить оружие Зарядник Тэнг Что зарядник Тэнг Прыжок Спейс Ц Уклонение Е Рукопашная Атака Блин Сколько же кнопок Веры Вок R Перезарядка Z Приблизить 5 ночной Видни Даже есть Контр Использовать гармонизатор Возгласы Есть Да уж Авторы Ну наверное Поиграю Просто Обычную Компанию В первой Первой части По сюжету Главный герой Был На какой-то Планете Заснеженной Вот На этой планете Лазили Какие-то Гигантские Черви Вот Которые Источали Тепло Главный герой Это тепло Подбирал Потому что Если не подбирать Это тепло Он мог Замезнуть Вот После убийства Этих червей Он подбирал Тепло И он боролся С какой-то Организацией Которая хотела Эту планету Типа Терраформировать Чтобы создать На ней Условия Приближенные К земным Вот И В конце Он эту Организацию Победил И Терраформировал Планету Сам Какой смысл Было побежать Эту организацию Я так и не понял Честно говоря В общем Так закончилась Первая Часть Что Планета Терраформировалась На ней Уже Растела На ней Проросла Трава Деревья Цветочки Но часть По-моему Еще осталась Снежная Вот Что будет Во второй части Я не знаю Сейчас Сейчас Посмотрю Итак Новичебный Бранец Вот так Наверное Будет выглядим И персонаж Следующий уровень То есть Даже есть Очки Опыта Уровни Прикольно Бу-бу В первой части Тоже Такой Был Уровни Перки Растела Поиск 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 Может быть без сети локально да без сети создать игру эпизод 1 глава 0 у нас может нормально лёгкий слов так огонь союзников отдача откал ну зачем мне огонь союзников комп игроки 3 это максим ну окай погнали один и компания он оффлайн режим первой миссии начать задание куда задание начнется через капец еще читал загрузка двенадцатый год эры испытания как началась колонизации о этот же голос я помню первой части во время колонизации некоторые поселенные этот голос этого чувака озвучил озвучить типа комментатору первой части называли снежными пиратами были такие да снежный пират и всего трое первой части лёгкие мишени снежные пираты сражались с навык и вынудили военных покинуть планету во второй год новой эры сражался с ними эти навык хотим пераформировать оранжевые снежные пираты а бирюзовые кто оранжевые снежные пираты тогда кто такие бирюзовые навык что ли что используя новый источник энергии термоэнергии снежные пираты создали гармонизатор устройство дающие сверхъестественную спасательную первой части был гармонизатор а вот это челин да крит гигантский крит а вон нет первой части игрок мог пользоваться мехами роботы большие здоровые мехи были разные помню как как просто шагающие и прыгающие высоко и превращающийся в танк это фишка игры мне очень понравилось что мне можно не только бегать и стрелять но можно передвигаться на здоровых роботов ну еще что мне нравятся тут очень увлекательные боссы гигантские здоровые боссы которые только интересно мочи и любые игры с боссами остался один пират что здесь так я не понял за кого мы будем играть за снежные пираты все у них уже много закончилась энергия или за солдатами с появлением гармонизаторов снежные пираты смогли более эффективно бороться с акридами являющимися основным источником термоэнергии в ходе этого конфликта облик с кованой льдами планеты изменился до неузнаваемости на двенадцатом году эры испытания планета идиан 3 все еще остается погруженный в хаос и сумятицу зачем он снял шлем на планете холодно иногда здесь персонажи в этой игре удивляет и не поддается логике на планете холодно люди тут борются за выживание за сохранение тепла этот человек берет снимать шлем зачем классный лейкер графика такая приличная по моему получше чем в первой части получше поле прилиженное больше пикселей шейдеры полученные сегодня добраться до места чем-то напоминает мне графика портал что-то такое есть а чего ты хотел от краденый бм бм это как раз этот мех это один из самых судя по виду это один из самых простых мехов один из самых таких простых из более сложные мехи и более крутые там с ракетами с гатлингами оружие можно менять у меня тоже и сигнал не одиночный акриды хорошо бы предлагаю атаковать разделаемся с ними и заправимся термоэнергией когда уже я буду играть и за кого я буду играть так гранат у меня 4 патроны бесконечные снабжение тэнк что это за тэнк счетчик боя энергия так понял у меня полторы тысячи блин чё он урилками как-то ой ля гранат кидает направил кнопку а приблизит а приблизит зет управление такое приставочное это жесть а выдвигаемся следуйте сзади это боты которые будут за меня биться прочитать киев чтобы изменить тип управления нажмите escape для вызова кпк ваш кпк это многоцелевое устройство с помощью которого также можно менять различные параметры игры а ну-ка кпк так описание задания нет данных так настройки хорошо хоть в кпк можно глянуть что какая кнопка а а изначально и даже даже графику изменить так во движении щит почему-то пригнуться настройка рыбок да был рывок и первой части спейс прыжок и рукопашная рп летка эмкошка настройки правой руки вас движение прыжок и ожидание удерживать взять оружие бросить оружие прицел настройка системы что опять высокая ну блин ну я же ставил низкая качестве x11 так подтвердить и инициализация готовность разрушаемость объекта неплохо а не нервно но в первой части тоже помню была разрушаемость так так вижу энергия уже тратится щечки энергии нужно где-то найти акридов а в бочках помню в первой части в бочках была энергия помню помню как в этой игре важно собирать энергию Буквально каждую капельку это все может потом пригодиться. Ну что ж, все прошло не так уж плохо. Не считая того, что мы потеряли еще одну БМ. Судя по карте, впереди есть база. Это хорошо или плохо? Понятия не имею. И когда я говорю впереди, это значит очень далеко. Я не пойму, за кого я играю? Кто это? Что-то как-то игрока они пытаются уводить в плавных сюжет. Можно воспользоваться этим постом данных, чтобы определить дорогу... Кажется, госпожа, удача на нашей стороне. А что там, данные? Помню, помню. В первой части тоже были посты данных, активация которых давала энергию. И типа, чекпоинт это был. Прямо впереди расположен заброшенный завод. Проверьте, пока-пока. Проверьте, пока-пока. Мы получили сообщение от наших. Похоже, помощь на подходе. Что, черт побери, эта штуковина здесь делает? Что, черт побери, эта штуковина здесь делает? Что, черт побери, эта штуковина здесь делает? Что, черт побери? Что, черт побери, эта штуковина здесь делает? Вы Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И Ризинг Сторм 2 Не отключайте радиосвязь, чтобы получать сводки по заданиям Активируйте все обнаруженные посты данных, чтобы лучше ориентироваться на местности И следите за термоэнергией Ооо, тут уже патроны считаются А термоэнергия тут зачем, если это джунгли, блин? Так, я понял Уровни тут коридорные, да не могу То есть просто идти по коридору и всех мочить Про... не, колюсико вниз меняет Короче, то, что я буду делать по правой кнопке мыши То есть или гранату бросить, или выстрелить разрядником танк Этот разрядник может как открывать сундуки особые Так и исцелять моих напарников Интересно, что будет, если напарника убьют Так и исцелять моих напарников Ну вот что я только что подобрал Как будто гранату Так и исцелять моих напарников ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Высаживаю десант. Будьте начеку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА